Этот памятный знак погибшим героям на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и сотрудникам тогда еще милиции, которые доблестно защищали свою родину от фашистов и ушли из жизни при исполнении служебных обязанностей. Из истории известно, что с начала военных действий в 41 году 70% личного состава управления были призваны на фронт. Большинство из них не вернулись домой и не смогли продолжить службу на боевом посту под уже мирным небом над отчизной. Мы не должны никогда, ни на минуту забывать то, что сделали для нас эти люди. Главное, что они обеспечили нам мирное небо над головой. Мы здесь должны от себя сделать все возможное и сподвинуть себя на дальнейшие подвиги, так как пример этих людей для нас должен быть примером всегда, и мы должны равняться на них. И действительно подвиг этих людей для нас является, наверное, не то что незабываемым, он должен быть у нас хранится в сердце, всегда близко к нам. На торжественной церемонии открытия присутствовали члены общественного совета УВД, сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России Одинцовская, администрация городского округа Звенигород и народные дружинники. Но почетными гостями такого значимого для города события стали, конечно, ветераны. Им было сказано много теплых слов, признательности и благодарности. Мы все должны сделать для того, чтобы исторические события были сохранены в первозданном виде. И ни одна страна, ни одно государство, ни один человек не может переписать эту историю и вычеркнуть из истории то, что сделал советский солдат. И после торжественных вступительных слов от первых лиц под громогласные звуки гимна Российской Федерации к подножию памятного знака все присутствующие возложили цветы в знак уважения и вечной памяти героя фронта. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.